Либо сейчас, либо никогда. Я выбираю сейчас. Хочу сегодня поговорить про Тайлер Свифт, вернее, про её песню. И поэтому я просто не могла не накрасить губы красной помадой. То, что всегда делает Тайлер, и то, что ей всегда очень идёт. Я хотела поговорить про песню Miss Americana and the Heartbreak Prince, о которой очень много разговоров в сети, потому что очень многие люди не понимают, о чём она. Хотя обычно в текстах Тайлер запрятан какой-то двойной смысл или есть какая-то история. Здесь всё очень размыто и всё очень непонятно. Ещё одна причина разбора этой песни — это выход документалки Тайлер на Netflix, который называется Miss Americana. Он не зря так созвучен с названием этой песни. И сейчас я расскажу вам, почему. Меня вообще удивил тот факт, что об этой песне не было никакого упоминания в этом фильме, потому что, в общем-то, эта песня суммирует всё содержание документалки. Так что, если вы не смотрели этот фильм, то в этом видео будет очень много спойлеров. Так вот, начнём с первого куплета. Все эти слова — это как раз про то, что было показано в фильме про её молодые годы, когда она делала концерты в виде каких-то театральных постановок, у которых был всегда сюжет. Она была какой-то принцессой, там был какой-то замок. То есть это было очень похоже на фильм. Поэтому она говорит «lost in a film scene, watching Ben playing». Если вы помните, у неё был такой концертный номер, когда она была во главе оркестра и командовала оркестром. Ну так вот, это как раз о том. Это как раз был тот самый момент, когда она была очень знаменитая, она получала все награды, всё было классно. И в фильме она говорит, что в тот момент она думала, что невозможно быть счастливее. Дальше мы смотрим на следующую часть куплета, которая очень интересна. Это как раз о том времени, когда случился тот самый скандал с Канни Уэстом. Я уверена, что вы слышали, когда он выскочил на сцену и начал говорить о том, что Тайлер получила премию за лучшие видео. Нечестно. Эта премию должна была получить Бейонсе. И в общем-то это был очень кринжи момент для всех. Для Тайлер, для Бейонсе. Только не для Канни Уэста. Канни Уэсту, мне кажется, всё очень нравилось. И в тот момент в фильме Тайлер рассказывает, что она была очень зависима от мнения публики, очень зависима от одобрения публики. И поэтому для неё было шоком, когда весь зал начал кричать «Бууу». Она думала, что злость аудитории была направлена на неё. Но на самом деле, как выяснилось позже, это была реакция на слова Канни Уэста. Потому что все понимали, что это очень низко с его стороны. Что он делал, это вообще бред полнейший. Но она этого не знала в тот момент. Поэтому для неё это было очень больно. И о чём она, в общем-то, и поёт. Она говорит, что «American Glory faded before me». После этого у неё был, на самом деле, успешный альбом. Но потом эта ситуация с Канни Уэстом продолжилась. Неожиданно для всех и неожиданно для Тайлера. В тот момент я тоже очень хорошо помню. Это было время, когда Тайлер с вами была везде. Ей давали все премии. Они говорили в всей миде. И поэтому, в общем-то, она стала такой фигурой, которая очень многих начала раздражать. И я помню, что слушать Тайлер Свет было очень немодно. И её песни читали с сопливыми. И было слушать зашквар. К этому добавлялись всякие сообщения в миде, которые говорили, что она annoying, то есть она раздражает. Очень много этого было в западных миде. В американских её, в общем-то, поливали грязью. Что очень грустно. Те же женщины, ведущие, поливали её грязью. И говорили о том, что она постоянно поёт у своих бойфренда. Помните эту тему, когда её все опускали за этот момент? В общем-то, было всё очень грустно. Поэтому она и поёт American Glory Faded Before Me. То есть у неё было всё. Но потом постепенно это всё начало таять. Помните, что у неё был такой образ Вечной Принцессы? Она была в таких красивых, как бы в платьях с выпускного. Мне кажется, олицетворяет то, что сначала были розы, то есть это её слава, а потом она видела не розы, а шипы и бежала по ним. То есть это последствия её славы. То есть она посмотрела на school board, она увидела счёт, так называемый. Это то, как называется, таблица, где отражается счёт в каких-то спортивных мероприятиях. Так вот, она посмотрела и поняла, что все очки не в её пользу. То есть мнение публики изменилось. Очень хорошее выражение, что означает, что она спаслась бегством. Она в какой-то момент просто исчезла отовсюду. Как раз дальше она поёт. Pageants — это конкурс красоты, очень популярный в Америке. Когда мы видим Тайлер Свифт, видели в тот момент на красных дорожках, она постоянно улыбалась, у неё был имидж такой good girl. Она никогда не выступала против чего-то, и, в общем-то, она всем нравилась. После этого она не появлялась на публике, и даже папарацци не могли сфотографировать её где-то, не знаю, в повседневной жизни. Дальше она говорит о своих отношениях, о своих отношениях на расстоянии со своим London Boy, в котором она поет в другой песне. I counted days, I counted miles. Момент затишья, когда её никто не слышал, она не писала, не выпускала никакой музыки. Она проводила большую часть своего времени как раз со своим парнем, и очень много времени проводила именно в Англии. О чём она всё так же поёт в London Boy. Дальше идёт аналогия со школой. Вся песня своей атмосферой превращается в такую кричалку чирлидеров, потому что, когда мы слышим припев, мы слышим на фоне выкрики «OK!», будто, не знаю, идёт какая-то игра в американский футбол, и чирлидеры кричат. Причём обычно это такая обстановка «Typical American High School». Почему? Потому что она поёт о том, что такие драмы, которые разыгрались с ней и с Канни Уэстом, они обычно случаются только в школах. Дальше она продолжает эту метафору уже в словах. The whole school is rolling fake dice. Очень хорошее выражение rolling fake dice. На самом деле, оригинал этого выражения звучит как to roll the dice, что означает поступить как-то рискованно и надеяться на хороший результат этой ситуации. Она здесь говорит rolling fake dice. Fake — ненастоящий, какой-то притворный. Мне кажется, это ситуация, когда он выпустил песню, где он говорил, что он сделал Тайлер Свифт знаменитой. Из-за него она, в общем-то, стала знаменитой. И там скандальный клип, где она лежит с ним в постели, короче, голая, но это не она. Whatever. И там был ещё скандал про телефонный звонок. Канни, в общем-то, записал свой телефонный звонок Тайлер перед выпуском этой песни. Он хотел подстраховаться и заключить с её одобрением того, что он будет упоминать её имя. Но впоследствии выяснилось, что он ей сказал совершенно другое, не то, что он сказал в песне. Это полная жесть. Хотите узнать, я уверена, что есть очень много drama channels. И опять же, посмотрите фильм, там тоже об этом говорится. Канни как бы сыграл на её имя. Он устроил как бы рискованную ситуацию, но она не была для него рискованной, потому что он подстраховался, в общем-то. И записал этот телефонный звонок с ней. Я думаю, что эта строчка относится отчасти к этой ситуации. Если у вас есть другое мнение, если у вас есть какие-то идеи, к чему она может ещё относиться, пожалуйста, let me know. Stupid games and stupid prices. Я думаю, это отчасти относится к наградам музыкальным, к той же VMA. Или Grammy, которую как раз в этом году Талия решила бойкотировать и не пришла на неё. Потому что, ну, вы сами знаете, если следите за новостями музыки, очень много скандалов связанных с Grammy, что они дают призы не тем певцам, певицам и группам, которые достойны этой награды. И мы слышим такие выклики Адель о том, что Бейонсе должна была получить её награду за лучший альбом. На этой церемонии у нас был выклик Билли Айлиш о том, что Ариана Гранде должна была получить эту награду. В общем, I don't know. Ну, stupid games, stupid prices, короче. A Tay-Tay is not playing this game anymore. Miss Americana. Почему она себя называет в припеве Miss Americana? Потому что, мне кажется, она такое олицетворение того, что она достигла славы. Потом, в общем-то, она faded away. Heartbreak Prince — две теории. То, что у этого London boy, Тайлер Свифт, много всяких heartbreak было. Она ещё, может быть, потому что у неё было очень много break-ups. И поэтому она его назовет такой the heartbreak Prince. Я не знаю, что больше вам нравится. Расскажите в комментариях. We are so sad. We paint the town blue. Мы говорили об этом в моём предыдущем видео разбора песни Тайлер Свифт. Если хотите, посмотрите. О слове blue, о том, что она обыгрывается. Blue как голубой или синий. И blue как вы говорите, что вам грустно. Вы можете сказать I'm blue. Но есть ещё одна интересная деталь здесь, потому что Тайлер Свифт обыгрывает интересное выражение, которое в оригинале звучит to paint the town red, что означает напиться хорошо так и повеселиться ещё лучше. Здесь она говорит не red, а blue. То есть им было настолько грустно, что они напились и, скорее всего, грустили. И пили L. Или сидр. И гуляли по шорточу. Но об этом в другой песне. Мы столько говорим в этом видео про песню London Boys, что мне захотелось поговорить о ней в отдельном видео. Этим из Луизы, мне кажется, относятся и к ней, и её команде, и к её фанатам. Потому что фанаты пытались сесть на её защитить. Но они потонули в этом ужасном хейте, с этими ужасными змеями повсюду. I see the high-fives between the bad guys. Ну, здесь понятно то, что все радовались. И Ким, и Кани были очень рады и гордились своим поступком. Их поддержали очень многие люди в тусовке. В фильме есть ужасный просто момент про то, как на концерте Кани Уэста люди скандируют F. Tyler Swift. И она говорит далее, leave with my head hung. Она ушла с повешенной головой. Повешенная голова. Опустив вниз голову, то есть расстроенная, она, в общем-то, ну, наверное, в какой-то момент всталась под давлением общественным. И поэтому ушла в тень. Дальше всё становится ещё интереснее. Это знаменитое дело, когда сначала она подала в суд на мужчину, который её лапал на красной дорожке. Она подала в суд на него и выиграла в суд. Но через некоторое время, как раз на волне этого скандала Скани Уэста, он подал её в суд за клиги 2. И пытался отсудить у неё каких-то там 100-500 миллионов долларов за моральный ущерб. На что она подала ответный иск на всего лишь 1 доллар, потому что она хотела просто защитить свою честь. Она выиграла, но осадочек остался. Дальше она поёт American Stories, Burning Before Me. Она говорит о тех историях женщин, которые ходили в суд и пытались доказать свою правоту, но им никто, опять же, не верил. В какой-то степени это ещё, я думаю, связано с историей с Me Too. Эти Burning Stories, это как раз те самые истории, которые люди рассказывали под своим хештегом Me Too. I'm feeling helpless. Это о том, как она чувствовала себя в суде, о том, что она говорила, что я не могла поверить то, что я должна была доказывать свою правоту, когда это видели десятки людей, когда это запечатлено на камеру, есть фотографии. И всё равно ей приходилось идти в суд и рассказывать о том, как это произошло, о своих чувствах, что очень трудно для жертв насилия. Дальше она поёт The Damsels are Depressed. Это тоже такая игра с устойчивым выражением. Звучит как Damsels in Distress. Это о том, когда женщина играет роль такой слабой жертвы, её спасает мужчина. Знаете, такая типичная модель, которая существует в обществе. Так вот вот Damsel in Distress, это как раз о такой женщине. Но она обыгрывает это выражение и говорит Damsels are Depressed. То есть им надоело уже играть жертв, и они от ситуации, которая происходит в обществе сейчас, уже Depressed. И дальше становится ещё хуже. Boys will be boys then. Знаменитое выражение. В оригинале это выражение использовалось для детей, мальчиков, которые, например, приходили домой, какие-то грязные после игры в футбол, с фингалом под глазом, потому что подрались. На это обычно говорили Boys will be boys. То есть, ну, мальчики, они же дерутся. Со временем этим выражением начали оправдывать насилие со стороны мужчин в отношении женщин. Ну, подумаешь, приставал, но он же мужик. Это же его функция — приставать. А как по-другому? Наверное, сказал бы Слуцкий или многие женщины, которые сидят в нашей Госдуме. Дальше Taylor Swift спрашивает. Where are the wise men? The wise men. Переводится как мудрецы. Мне кажется, что здесь есть противопоставление слова boy и man, во-первых. Ну, то есть, когда уже мужчины перестанут быть мальчиками безответственными и, наконец-то, станут мужчинами. Мне кажется, это еще ее попытка призвать мужчин встать на сторону женщин и участвовать, ну, например, в этой компании Me Too и как-то поддержать своих близких женщин. Ну, и она заканчивает. Darling, I'm scared. You're not alone. Me too. Фэштег. После этого речь немного изменет. Вместо pageant smile мы видим muffled cries, что она говорит в том же фильме, что это было все очень драматично для нее и очень эмоционально. Тут я бы хотела подвести итог моего видео и сказать о том, что, может быть, Тайлер Свифт это и попса, но я не думаю, что теперь ее нашкварно слушать, как это было, не знаю, 5 или 6 лет назад. Я очень этому рада. Мы любим Тайлер Свифт за то, что она сама пишет все свои песни. В каждой песне есть какая-то история, есть какой-то подтекст, есть какой-то смысл. И как раз в фильме говорится о том, что если раньше она пела об отношениях, то теперь в ее песнях есть что-то более серьезное, то есть ее взгляд на какую-то ситуацию, которая происходит сейчас. Теперь Тайлер настроена участвовать в политической жизни страны, и это отражается в ее песне. Что вы думаете об этом тексте? Достаточно ли глубок для вас текст? Или это все просто какая-то фигня, которая спета в попсовом таком стиле, и вообще это ни о чем, это какие-то слова, которые просто рифмуются? Расскажите мне в комментариях. Если вам было лень смотреть все это видео, вот те выражения, которые мы можем выучить из этой прекрасной песни Тайлер Свифт. Я надеюсь, что они вам пригодятся, и это видео вам понравилось. Если да, то, пожалуйста, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Я надеюсь, что я смогу выпускать видео каждую неделю с этого момента. Let's hope. Bye-bye.